Здравствуйте, с вами Марина Князева и проект goodforfitness.ru. Сегодня мы с вами продолжаем разговор о том, какие же статистические данные нам важны и нужны в нашей деятельности для оценки эффективности системы продаж в фитнес-клубе. В одном из видео я рассказывала о том, какие статистические данные нужно собирать для оценки входящего потока клиентов, для оценки рекламных компаний, для оценки уровней процента конверсии в ваших продаж. Сегодня мы с вами поговорим о том, какую статистику собирать и как собирать для оценки таких показателей, как средняя выручка за визит, количество покупок повторных и каким образом можно оценить уровень платежеспособности ваших клиентов, какие для этого нужны цифры, как организовать их сбор. Хочу сказать сразу, что участники тренинга отдела продаж, который продает, могут получить формы по вышеперечисленным отчетам в качестве бонуса. Я эти формы отчетов им предоставлю, все остальные слушайте внимательно данное видео и задайте вопросы по нему, если они возникнут после его просмотра. Итак, начнем с такого показателя, как средняя выручка за визит. Почему он важен, я сейчас не буду говорить, каким образом он действительно важен, потому что это один из ключевых показателей эффективности вашей системы продаж. Более того, повлияв на него, вы можете напрямую повлиять на тот уровень прибыли, который вы получаете от вашего фитнес-бизнеса. Средняя выручка за визит считается достаточно просто. Берутся все продажи за день и делятся на количество людей, которые к вам в клуб пришло. Аналогично считается средняя продажа по клубной карте. Делятся все продажи за день по клубной карте и суммируются все продажи по клубным картам за день. И делятся на то количество клиентов, которые у вас купили клубную карту. Получается средний показатель. Эти показатели собираются, собственно говоря, в том месте, где совершается продажа непосредственно. Делаются они на ежедневной основе. Потом статистика собирается в еженедельный отчет. И все еженедельные цифры в конце месяца суммируются в ежемесячный отчет. На что здесь следует обратить внимание? Следует обратить внимание на то, что отчеты достаточно простые и не требуют каких-то специальных навыков. Достаточно базового владения Excel. И можно делать их в Excel. Если у вас стоит специализированная клубная программа, отлично, вы это можете делать там. Для этого не обязательно собирать статистику еженедельную, ежедневную, еженедельную. Вы можете за месяц данный показатель снять. Или вы можете снять в тот момент, когда вам эта цифра потребуется автоматически. Если у кого-то специализированных автоматических программ специальных нет, то вы собираете эту статистику постоянно, аккуратно в течение всего периода работы вашего клуба. Это что касается средней выручки за визит и средней стоимости клубной карты. Что касается количества покупок по каждому клиенту и уровня платежеспособности. Вот здесь с этим сложнее. По-хорошему, по-хорошему, в клубе, даже если у вас клуб небольшой, желательно, чтобы у вас была CRM-программа. CRM-программа – это программа, которая позволяет учитывать как раз уровень активности вашего клиента у вас в клубе. То есть учитывать продажи по каждому клиенту вручную, возможно, если ваша клиентская база небольшая. То есть порядка до 100 человек. До 100 человек еще это можно сделать с помощью сотрудников на локальных рабочих местах. 100, 200 – это просто максимум. Потом начинается путаница с увеличением объема продаж, увеличивается клиентопоток, увеличивается объем работ, и обрабатывать данную информацию достаточно сложно. А вам важно знать, когда, в какой момент люди потратили деньги, на что они их потратили, сколько они заплатили в целом вам за период, и сколько они заплатили вам за каждую услугу. То есть эта статистика, она важна для анализа и оценки того, и прогнозирования, что же делать дальше. Поэтому, если, допустим, вы сейчас не располагаете такой информацией, хотите посчитать уровень платежеспособности клиента, что же вам делать, мы берем те цифры, которыми мы располагаем. Пока не заморачиваемся на том, сколько конкретно каждый клиент потратил в определенный период времени, смотрим, сколько клиент потратил, в принципе, вообще. Наверняка, одну данную информацию вы точно у себя учитываете. Если не учитываете, то посчитать данный показатель под уровень платежеспособности клиента будет сложно. Под уровень платежеспособности я подразумеваю то, сколько человек у вас оставил денег в процессе всего нахождения у вас в клубе, в качестве члена клуба активного. Поэтому, если вы эти данные не собирали по каким-то причинам срочных, начать собирать хотя бы в Excel, хотя бы так, как вы это можете сейчас сделать, не прибегая к покупке специализированных программ. Ведите карточки на каждого человека отдельно, записывайте туда суммы покупок по этому человеку, введите рейтинг, кто у вас в течение месяца больше всего потратил денег, кто меньше всего. В принципе, Excel позволяет делать такие выборки, позволяет ставить фильтры, позволяет это делать по датам. То есть, эти ресурсы в Excel есть. Для более детальной статистики требуется уже более специализированная программа. Но это не значит, что нужно покупать большой комплекс автоматизированный на разное количество мест, на разные станции. Одну станцию для рецепции, одну для менеджмента, одну для составления отчетов. В принципе, существуют на рынке сейчас небольшие CRM-пакеты, которые работают специально созданные для малого бизнеса. Есть, естественно, большие, крупные, серьезные CRM-программы, которые работают и автоматизируют процесс ведения клиентов с учетом большого клиента потока, с учетом больших продаж. Поэтому тут нужно смотреть, нужно знать специфику вашего бизнеса, ваши задачи, и под это уже подбирать систему. Но система, конечно, качественно облегчает жизнь. Я думаю, что в самое ближайшее время я сделаю некую аналитику по тому, какие вообще программы существуют, CRM-программы, какие существуют вообще сейчас на рынке, какие применимы в фитнес-индустрии, какие применимы, но не очень, какие работают для малого бизнеса, какие уже для малого бизнеса недостаточно и нужно переходить на что-то другое. Поэтому следите за новостями, эта информация будет. Я думаю, что она будет полезна и интересна для всех. С вами была Марина Князева и проект goodforfitness.ru. Еще увидимся. Хороших вам продаж! Продолжение следует...